За время блокады Ленинграда фашисты выпустили по городу порядка 150 тысяч артиллерийских снарядов. Осажденный город долгое время оставался без запасов продовольствия и топлива, но измученные войной люди до последнего продолжали бороться с врагом и выживать. С такого краткого экскурса в военную историю началось торжественное мероприятие в Захаровской школе. Ребят познакомили с военно-патриотической акцией, которая в этом году посвящена блокадному Ленинграду. Третий год, ребят, мы шагаем по этой акции. Что же это такое? Мы должны каждый день помнить, что на территории Одинцовского района, на территории нашей страны живут замечательные люди, ветераны и участники Великой Отечественной войны. Теперь главные атрибуты эстафеты, а это копия Знамени Победы и раритетный радиорепродуктор, пробудут в сельском поселении Захаровское. Что же говорили люди в глазках Победы и Великого? Что же говорили жители в каждой квартире во время войны? Поэтому вы очень много интересных вещей узнаете за эту сахетку. В рамках патриотической акции «Салют Победе» в школе открыли выставку под названием «Дети войны». На этой выставке побывают все наши дети. Конечно, пройдут, посмотрят, полюбуются на те рисунки. Это ваши, возможно, и одногодкие. Может быть, чуть постарше дети, могут даже быть помладше. Это дети войны. Из-под карандаша Николая Жукова, фронтовика и известного советского графика вышли сотни фронтовых рисунков и десятки военных плакатов. На выставке представили только часть работ народного художника. Здесь мы видим вот этот пояс, символ того, когда его встретила война, застала этот ужас. Он постарался передать именно в своих работах. Мы видим удивительные такие значимые работы, как «Горе матери», «Похоронка». Ведь это действительно переживала вся страна. Этим ученикам третьего класса Захаровской школы только предстоит изучить подробно трагический период в истории Великой Отечественной войны. Но уже принимая участие в торжественной линейке, они многое узнали об этом непростом для нашей страны времени и ознакомились с выставкой. Она очень масштабная. Я всегда рисую рисунки иногда на такие вот темы. Мне все понравилось, потому что здесь много людей было и рассказывали о войне. Впереди в поселении запланирован ряд памятных мероприятий – встречи с блокадниками, часы истории, просмотры документальных фильмов, а также тематические конкурсы и квесты. Анна Пряхина, Артем Ломоносов, телекомпания «Один Соло».